С нами Ледомовский пост. Мне кажется, масса ваших вопросов, перечисленных, уже имеет ответы в самом заявлении, которое вы процитировали. В частности, в тексте подчеркнуто, что США и другие страны НАТО поставили целью дестабилизировать наше общее евразийское пространство. Западники ранее рассматривали постсоветские территории как арену геополитического соперничества с Россией. И на фоне событий вокруг Украины они просто перестали скрывать, что их главная цель выдавить Москву с Южного Кавказа. И ради достижения этой своей маниакальной цели они готовы на любые авантюры и жертвы. Будь то военная эскалация, подрыв стабильности в той или иной стране и так далее. Мы видим, с какой деструктивной фанатичностью американцы обрабатывают Ереван. В республику нагрянули глава агентства США по международному развитию, известный своей русофобией Пауэр. Его замгоссекретаря Ким, которая просто признала недавно в ходе слушаний, что действительно они занимаются переориентацией стран от союзничества или взаимодействия или сотрудничества с Россией. Была там делегация Конгресса во главе с сенатором Питерсом. Это только последний нин, и это только то, что никто и не отрицает, потому что оно на поверхности. По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОТКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать ВТС и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян. Мы видим также, что в погоне за этими целями, за этими результатами западники забыли вообще о каких-либо собственных ценностях в сфере, например, прав человека. Все это очередная какая-то псевдодемократия. Закрывают глаза на притеснение, избиение, аресты демонстрантов в Армении. Мы всегда говорили о том, что внутреннее дело страны, страна сама разберется, что делать. Но вот Соединенные Штаты видят каждого протестующего, например, в Иране. Ну, в общем, знаете, если они разглядели, что происходит в Иране с трибуны Госдепартамента, наверное, им видно, что происходит и в Ереване. Мне так кажется. Но нет, молчат. Они абсолютно не видят и не хотят давать комментарии, что происходит с оппозиций, которые угрожают в случае продолжения митингов. Это уже не двойные стандарты, как я сказала, это уже отсутствие стандартов. Это абсолютное попрание своих же демократических ценностей. А по сути, это вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Спасибо. И следующий вопрос.